Мечтаете о своем ранчо в Аргентине, в заводике, в туристическом комплексе, а возможно и даже о своей собственной деревне? Обращайтесь в тысячи и тысячи гектаров патагонских земель в продажу и в аренду для ваших инвестиций. Они есть у меня для вас. Давайте вместе осуществлять вашу мечту. Всем привет! С вами Елена Виваса из Аргентины и это мой канал о жизни, туризме и эмиграции в Аргентину и не только. Один из самых часто задаваемых вопросов, которые мне пишут и здесь, на ютубе и в соцсетях, практически ежедневно получаю письма. Посоветуйте, где жить в Аргентине? Конечно, очень сложный вопрос, потому что у каждого из нас свои предпочтения, у каждого свои потребности, свои возможности. Кто-то ищет приехать, устроиться работать на завод, хотя я сто раз говорила, что Аргентина, конечно, не для этого. Аргентина – это всё-таки для более предприимчивых людей, для тех, кто… В принципе, любая эмиграция, да, мы должны понимать, отправляясь в эмиграцию, выбирая какую-то страну, а что вы можете дать этой стране? И тогда страна вам ответит тем же. Уже на моём канале были мои видео-размышления о том, где на Руси жить хорошо… Ой, простите, где в Аргентине жить хорошо. Были у меня репортажи на эту тему и с самого севера Аргентины, и с тёплого города Пасадес. Были у меня… Было видео из Патагонии, из вилла Лангастура, там я делала обзор и не только по этому городу. Я там рассказывала про Борелочи, про экономику Борелочи, рассказывала про Пуэрто-Мадрин, тоже как возможный город для жизни, и тоже о его экономике. Это, кстати, те города, где можно и в найм уйти на работу. А сегодня я, находясь в своём очередном отпуске, который, естественно, я провожу в Патагонии, где ещё могу свой отпуск проводить, вам решила рассказать ещё про один небольшой, но очень интересный и перспективный городок, который просто растёт как на дрожжах. Я сейчас нахожусь, как я уже сказала, в Патагонии. Городочек, в котором я нахожусь, он на берегу реки, и поэтому он, кстати, является национальным центром рыбалки и национальной столицей форели, горной форели. Кстати, здесь в форели водится несколько видов. Это город с прекрасным климатом. Видео это я делаю ровно в середине апреля, то есть по меркам северного полушария. Это середина октября. Видите, вот у меня тут лёгкий свитерочек на мне, жилеточка. Прекрасная солнечная погода. Надо мной летает стая кондоров. Короче, я в горах, я в Патагонии, но горы невысокие. Здесь, я думаю, нету и тысячи метров. И нахожусь я в городе, который называется Хунин де Лос-Андес. Город Хунин находится в провинции Неукен. Провинция Неукен – это самая, получается, у нас северная провинция Патагонии, то есть самая тёплая из всех районов Патагонии. И Патагония – это не только холод, вечный ветер, вечный снег. В Патагонии есть и регионы с достаточно комфортным, вот нашим умеренным, привычным для нас климатом. Провинция Неукен, в которой находится этот город, – это самая экономически развитая, самая экономически благополучная провинция на территории Аргентины. Во многом это, конечно, благодаря нефтедобывающей промышленности, которая развита на территории этой провинции. И Хунин – это самый старый городок в провинции Неукен. И основан он был именно как сельскохозяйственный город во времена, когда Аргентина завоёвывала у местных индейцев территории Патагонии. Вот уже на протяжении 140 лет он прежде всего привлекает сюда людей для жизни, тех, кто готов развивать своё сельское хозяйство. Это касается как растениеводства, хотя в меньшей степени, но здесь прекрасно заниматься садоводством, иметь свои сады, растениеводством и другими видами, овощными культурами тоже можно заниматься. И прежде всего, конечно, Хунин – это район, где развито животноводство. Это один из основных центров, кстати, в туристическом смысле, в том числе, кто хочет познать культуру гаучу. И один из самых больших фестивалей гаучу проходит в январе именно в этом городке, Кунин-де-Лос-Андес. То есть, если вы хотите вкладываться в сельское хозяйство, готовы себя этому посвятить, это прекрасный выбор. И прежде всего, благодаря тому, что здесь огромное предложение свободных земель, которые вы можете как в аренду взять и попробовать себя в сельском хозяйстве, так же и купить. И поскольку, в отличие, например, от соседних Сан-Мартин-де-Лос-Андес и от соседнего Борелочи, где цены на землю просто космические, благодаря развитию туризма, и там, прежде всего, земли скупаются для строительства туристических комплексов, то Хунин, несмотря на то, что это тоже достаточно туристический городок, здесь, кстати, есть аэропорт. Вот в 20 километрах от города находится аэропорт с прямыми линиями на Буэнос-Айрес, и с его развитием также будут линии и на территорию Чили, потому что воздушный коридор есть. Раньше были эти полеты, сейчас нет. Сейчас только у нас Буэнос-Айрес, но, тем не менее, да, аэропорт здесь есть. Вот, и при этом город окружен огромным количеством свободных земель. Ну, как свободных? Хозяева у них, конечно, есть, но они не справляются с таким объемом земель, поэтому готовы с вами поделиться за умеренную цену, сдав или в аренду, или если вы хотите инвестировать. Чем можно заниматься в городе Хунин-де-Ла-Сандес? Как я уже сказала, это, прежде всего, сельское хозяйство. Но, кроме того, в Хунине очень хорошо также развит туризм. И, прежде всего, Хунин – это один из главных центров рыбалки на территории Аргентины. Дело в том, что сам городок, как видите, вот я здесь сижу на берегу реки, он находится на берегу достаточно такой полноводной реки, но сейчас у нас заканчивается лето, поэтому вот это минимум. Но при этом посмотрите, какое течение. Дети пришли гулять, шумят. Вот, зимой намного больше воды. Кроме того, это, кстати, не единственная здесь река. Также есть пять озер, и все это издавна используется для рыбалки. Кроме того, Хунин известен как национальная столица форели. Здесь в местных водах водится порядка пяти видов форели, на которые уже давно организована рыбалка. Здесь есть специальные центры рыболовства. Здесь есть все виды туристических услуг для тех, кто приезжает на рыбалку. И, конечно же, есть отели. Но отелей недостаточно, и поэтому вы вполне здесь можете отстроить свой туристический комплекс для любителей рыбалки. Кроме того, рядом с Хунином, что, кстати, меня сюда привлекло, и почему я в свое время сюда начала путешествовать в этот город, здесь рядом с этим городом, это ближайший город к вулкану, к стратовулкану Ланин, который находится на территории национального парка. То есть город Хунин-де-Лос-Андес – это еще и ворота в один из национальных парков на территории Аргентины. Национальный парк Ланин – это прежде всего вулкан, который идеальной конической формы. Это вулкан, на вершине которого постоянно лежит снег. Этот вулкан, он очень легкий, так можно сказать, для трекингов и для тех, кто занимается альпинизмом. Поэтому для начинающих альпинистов, в принципе, для уже тех, кто долго этим занимается, это также центр, большой центр притяжения. Кроме того, этот вулкан Ланин, он еще и находится в окружении уникального леса Араукари. Араукари – это древнейшие жители планеты Земля, которые появились на планете 250 миллионов лет назад. То есть задолго-долго до того, как появился человек. Еще в те времена, когда не было отдельно там Южной Америки, Северной Америки. Это еще жители материка Гондвана до того, как он разделился. И это просто неземные растения. Я сделаю вставочку из посещения этих мест. И вот тема посещения вулкана Ланин в окружении вот этого уникального леса древнейших Араукари. Город Хунин-де-Лос-Андес – это ближайший город к нему. И поэтому люди сюда также приезжают с целью туризма. Кроме того, Хунин находится на знаменитой трассе Рута 40. Это та знаменитая трасса, которую можно сравнить, например, с 66-й рутой в Соединенных Штатах. Но наша она будет подлиннее. Рута 40, она соединяет север и юг Аргентины. Ее протяженность 5000 километров, которая проходит по самым красивым местам Аргентины. И вот в том числе Рута 40 проходит и через город Хунин-де-Лос-Андес. Кроме того, именно здесь рядом с Хунином находится самый низкий переход в Чили. Граница между Чили и Аргентиной, она проходит по самым высоким пикам Ант. Поэтому очень многие переходы между Аргентиной и Чили, они такие, как я говорю, не для слабонервных. Тоже вставлю здесь фото или видео знаменитого перехода в Мендосе. А переход здесь рядом с Хунином, он низкий, он прямой. Здесь нет никаких горных серпантинов. Вы просто едете по обычной дороге. Единственное, она... Ой, пчела. Единственное, эта дорога, она там несколько километров без асфальта, но очень хорошая грунтовка. И здесь он, кстати, не единственный этот переход. Поэтому для международных сообщений это тоже такой базовый городок. Чем еще славится Хунин и чем он привлекательный? Кстати, хочу вам показать набережную, набережную реки. Это, кстати, для меня такой очень хороший знак этого города. Дело в том, что всю эту набережную отстраивали местные жители. То есть люди такие настолько предприимчивые, что они не ждут какой-то маны небесной, когда кто-то что-то там из правительства сделает за них. Вот люди, которые начинали отстраивать этот город в середине 20 века, когда он уже перестал быть просто каким-то сельскохозяйственным, сельскохозяйственной деревней, когда он начал превращаться в город, когда он получил этот титул города. И вот здесь появилось несколько семей, которые по большому счету его отстраивали. Вот они сами вот эту красивую набережную сделали. На набережной стоят красивые домики. То есть даже в горах Патагонии вы можете жить на набережной. Не обязательно. Это должна быть набережная, море и океана. Как раз я на такой смотровой площадочке делаю для вас видео. И здесь же, посмотрите, растет огромный... Что это у нас растет? А, Ива. Это же моя любимая Ива. Точно такая же, как была возле дома моего прадеда. Собачки постоянно бегают, смотрят, чем я занимаюсь, что я тут для вас снимаю. Вот, не знаю, сейчас видно будет. Нет, сзади меня посмотрите. Пирамидальные тополя абсолютно желтые. Но мы идемте дальше немножко погуляем по этому городу и поговорим, чем еще он привлекателен для жизни. Ну, конечно же, это прежде всего своей тишиной. В отличие от ближайших городов, таких как Сан-Мартин, де Лос-Андес и Барелочи, которые я люблю всем душой и сердцем. Уникально красивые города, в которые я приезжаю, и у меня просто учащается сердцебиение. Настолько я их люблю. Но они все-таки очень туристические. И если туризм – это не ваша тема, если вы ищете более спокойной жизни, то вот Хунин де Лос-Андес. Вот, кстати, тут у меня надпись, где я гуляю. Видите, такая красивая сделана. Сейчас там модно, да, во всех городах мира. Хунин де Лос-Андес. И тут же вот я вам один показала деревянный дом. Сзади меня еще одна деревянная избушка. И вот, посмотрите, надо мной рябинка. У этой, правда, уже листья практически осыпались. Но красные ягоды еще есть. Вот, вернемся опять к городу Хунин. Чем он привлекательный? Ну, прежде всего, своим спокойствием. Я иду, там, ну, вот дети возле меня немножко побегали, пока я делала съемку. Там собачки пробежались. Вот, но нету огромных толп туристов, в потоке которых вы бы находились целый день. Ну, тут, правда, конечно, еще нужно сказать, что середина апреля – это самый низкий туристический сезон. Кстати, в Барилочи он тоже в этот период самый низкий. Да, мои прошлогодние видео есть тоже именно птички. Слышите, как кричат? Видно, не видно? Не видно, по-моему. На самом большом сидит. Вот, сейчас низкий туристический сезон. Здесь, кстати, что сюда привлекает туристов? Вот, помимо рыбалки, помимо вот этого вулкана Ланин, очень любят жители Буэнос-Айреса прятаться от Буэнос-Айресской жары здесь. И я знаю, что в местных отелях люди приезжают, останавливаются на один, на два месяца. Тоже, видите, рябинка красивая. Надо мной желтая-желтая. Красивая осень. Жители Буэнос-Айреса приезжают сюда и снимают отели, снимают домики на протяжении всего лета. Ну, у кого на сколько денег хватает, да, и у кого на сколько времени. Это вот Араукария, надо мной древнее дерево, свидетель динозавров. У кого на сколько хватает времени, у кого на сколько хватает денег, приезжают сюда, чтобы спрятаться от жары. Вот в тишине прогулки вдоль реки. Здесь же горы, трекинги можно делать. Но, конечно, самая главная причина – это погода. Потому что лето в Буэнос-Айресе, в Буэнос-Айресе оно очень жаркое, и оно тяжелое. И вот знаю отели, мне здесь показывали, рассказывали, которые делают. Все включено, то есть трехразовое питание. То есть люди приезжают, отдыхают, ни о чем там не заботятся. Но здесь есть рестораны, прекрасные рестораны, где подают знаменитую форель. Я уже сейчас не помню, по-моему, около 10 видов блюд из форели с различными соусами, добавками, гарнирами и так далее. То есть специалисты по приготовлению форели живут в этом городе. Здесь есть вся инфраструктура, есть магазины, есть банки, есть супермаркеты. Вот, кстати, видела здесь новые уже участки, прям разбитые под строительство новых кварталов. Здесь можно построить какой-то свой закрытый квартал по своим интересам. Как вот, например, раньше, когда приезжали там испанцы, немцы, итальянцы, они отстраивали свои деревни. Даже вот наши украинцы, русские в период еще революционной России тоже приезжали, строили свои городки, еврейские городки. Почему бы вот сейчас вновь приезжающим русским, особенно тем, которым все почему-то не нравится в Аргентине, и которые говорят, Аргентина прекрасна, кроме аргентинцев. Но постройте вот здесь свой городок. Здесь огромное количество земель по доступным ценам. Можете ко мне обращаться, напрямую выведу на хозяев. И отстраивайте свой райский уголок. Вот сейчас подхожу впереди меня, как раз рядом и пирамидальный тополь, и серебристый, по-моему, это называется тополь. Они первыми становятся желтыми. Вот смотрите. Упс, красота какая! Прям как у меня дома в Краснодаре было. Я в Краснодаре тоже жила. Прям вот на первой линии, на берегу реки Кубань. И у нас там все было в тополях и в пирамидальных, и в серебристых тополях. И ивы здесь тоже. Вот с этой стороны, над рекой, видите, ивы растут. Сзади меня, по-моему, это школа с огромной площадкой. Там дети сейчас, смотрю, сидят там на травке, играются. Настолько все чисто, красиво, ухожно. Просто у этого города есть хозяева, помимо муниципалитета. Зачастую же муниципалитеты ничего не хотят делать. Вот. А этому городу еще повезло с людьми. Я гуляю сейчас по этой набережной немножко здесь. Повернулась. Иду дальше по улице. Посмотрите, впереди вот такая вот красивая улица с фонарями. Кстати, освещение здесь даже на подъездах к городу еще только такие загородные пустые участки начинаются, когда едешь хоть со стороны Наукена, хоть со стороны Барелочи. Вдоль дороги стоят фонари, хорошо освещают дорогу. Вот я иду в фонарики, опять меня собаки где-то догоняют сзади. Вот такой вот городок чистый, красивый, спокойный. Здесь есть все, включая аэропорт. Еще раз повторюсь, здесь рядом есть аэропорт. Он находится просто посередине между двух городов, между Сан-Мартин-де-Лос-Андрес и Хунино. Вот от Хунино 20 километров. И обслуживают его две компании на сегодняшний момент, когда я снимаю это видео. Ежедневные рейсы осуществляет аргентинские авиалинии. И также через день есть рейсы у лоукоста JetSmart. Ну и кроме того, есть автобусы, автобусное сообщение тоже с Буэнос-Айресом и, в принципе, со всеми городами Аргентины. И в Барелочи несколько рейсов в день ходит, и в другие города. Тут и в Сан-Мартин можно поехать. Скучно стало в этом городе. Сели на автобус, там на машину свою и отправились, где бурлит жизнь. Уж поверьте, и в Барелочи, и в Сан-Мартин-де-Лос-Андрес она бурлит. Слышно, куда-то я на солнышко. Сейчас я иду в центр этого города. Хочу вам показать центральные площади, муниципалитет, и еще поговорить на одну интересную тему. Сан-Мартин-де-Лос-Андрес до двух деревьев лиственных на заднем плане ведь красавица Араукари. Ну, потому что Хунин, как я уже сказала, это центр, от которого начинаются все экскурсии в национальный парк Ланин, который представляет не только вулкан Ланин, но и уникальный реликтовый лес Араукари, древнейших деревьев на планете Земля. Поэтому и в самом городке Хунин их очень много. Здесь практически в каждом втором дворе растут. Абсолютно на каждом перекрестке вот такие есть столбы с названием улицы, чтобы вы не забыли, где вы находитесь. Посмотрите, абсолютно на каждом указателе нарисована форель, потому что вы в национальной столице форели. и вот я прогулялась три квартала от реки и уже пришла в центр города. Вон впереди там главная улица, главная площадь. Вот и тут уже начинается вся коммерция. Видите, даже есть специально для кошечек и собак магазины. Все по-латин-американски, ярко и красочно здесь отстраиваться. Там еще внутри торговые ряды будут расширяться, потому что город растет с космической скоростью. Скоро участки земельные будут здесь дороже. Так что не упустите момент. Пишите, звоните. Это овощная лавочка такая яркая. Значит, против солнца наверное плохо видно. Какой-то чилийский маленький ресторанчик. мы с вами идем на центральную площадь. Смотрите, в самом центре города, как в принципе практически во всех городах, даже самых маленьких городках Аргентины. Такие красивые зеленые парковые зоны. Огромная секвойя растет. Такой ствол наверное человек десять только смогут его охватить. В городе много секвой и других хвойных деревьев. Кстати, здесь даже есть, что на горах вокруг городка люди засаживали все местные жители хвойными растениями, чтобы более красивые пейзажи были. Посмотрите, какая тротуарная плитка на территории парка. И почему такой рисунок на тротуарной плитке? Город Хунин также является центром по изучению истории и традиций коренного народа Мапучи. Или нетолерантно говоря, индейцев Мапучи. Так вот, у этого народа есть огромная большая культура вязания. Вязание пончо, вязание различных ковриков и других предметов для утепления своих жилищ. И, конечно же, чтобы эти их изделия были красивыми, как и все народы мира, они придумывали свои орнаменты. Вот и этот тротуар, он украшен плиткой в цветах и в орнаментах, которые традиционны для творчества народа Мапучи. Кстати, мы с вами сейчас заглянем в еще очень интересное место, которое связано также с историей Мапучи, поэтому не отключайтесь, оставайтесь на связи до конца этого видео. Здесь же на площади есть и место для детей, качели. Вся площадь, конечно же, наполнена патриотизмом, как это и положено для Аргентины, памятник основателю. Здесь же напоминание о трагических событиях, диктатуры 70-х, начала 80-х годов. Здесь же память о Мальвинских островах, самая больная точка аргентинцев. И вот у них разные-разные растения. Это вот желтое пятно, это боярышник. Я никогда не видела столь огромного боярышника. Для меня боярышник, ну это кустарник 2, ну максимум 3 метра высотой. Здесь он нереально высокий, наверное метров 10. И на нем красные ягодки. Но идемте дальше погуляем и посмотрим, что здесь есть у нас вокруг. Такие вот красивые перголы для роз. Но у нас глубокая осень, как я говорила, поэтому уже розы отсвели. А летом здесь было очень красиво. И вот по периметру всей площади различные магазинчики. Кроме того, вот вовнутрь есть вход в торговую аллею. Уже там часть что-то действующее, часть отстраивается еще, поэтому можно купить или взять в аренду. Давайте чуть-чуть поближе подойдем. Здесь центры спутниковых антенн, поэтому с интернетом, с телефоном здесь со средствами связи все в порядке. Сейчас обеденное время, поэтому кажется так пусто и пустынно, потому что все закрыто на обеденный перерыв, но при этом смотрите, какая красота для маленького городочка. Здесь сейчас население порядка 16 тысяч. даже по аргентинским меркам достаточно маленький городочек. Посмотрите, как все чисто, красиво, аккуратно. Здесь есть информационный туристический центр, есть большой ресторан. Кстати, на территории Хунин находится очень большая военная часть, поскольку, как я уже говорила, здесь рядом пограничный переход. И вот если сюда в этот ресторан прийти, например, в пятницу вечером, в субботу вечером, то как раз весь свет этой военной части со своими семьями здесь собирается. такое место встречи изменить нельзя. И наблюдать за ними, конечно, очень интересно. Пришли, заняли столики, сделали заказ, потом пошли поприветствовать всех. На входе все хозяйку приветствуют, которая сидит за своим столиком. Женщина достаточно в возрасте, но каждый день приходит на работу, чтобы все контролировать, приветствовать гостей, потому что маленький город, где все друг друга знают. такие красивые домики по главной улице города. Продолжаю идти. красота, чистота, краски осени и такое ощущение дома, как чувствуешь себя, как дома. Какое-то общественное заведение. Люди себе тут украшают кондитерское, чтобы видно было издалека. все больше и больше желтых деревьев. Такие обычные домики. Есть, конечно, здесь и шикарные. Есть и простые. это тоже государственное заведение. Посмотрите, какие улочки красивые. Там уже ушли от центральной площади немножко в сторону. И сейчас движемся в сторону муниципалитета. детская школа. Смотрите, в каком красивом здании находится. В историческом асфальт есть не везде. Все в ваших руках. Сейчас прохожу здесь стройка на одном участке. И тут же уже люди, где живут на постоянку. у них все красиво оборудовано. Плитка. Котик сидит на солнышке. Греется, на солнышке прям припекает. Хочется до футболки раздеться. Белые березы под моим окном. По поводу зимы. Зима здесь очень умеренная, теплая. зима в районе чуть выше нуля градусов. Как статистика показывает, плюс три, плюс пять градусов. Ну, конечно же, снег здесь бывает. Снег есть и в горах. И, кстати, в плане инвестиций здесь есть возможности для строительства горнолыжного курорта. Трассы есть, а вот людей, которые бы сделали такой же горнолыжный курорт, как в Барилотче, здесь не хватает. Поэтому, если ищете крупные проекты, кто-то из ваших знакомых ищет крупные проекты, обращайтесь. А это церковь, местная церковь, которая построена была 70 лет назад, и она является центром паломничества со всех регионов Аргентины. Вот еще одна тема для туризма, правда, не для международного, для национального. Сейчас отойду, чтобы так ее побольше захватить. Это место паломничества национального туризма, поскольку с этой церковью, как и с этим городом, связана история блаженной Лауры Викунии, и это не единственное место. Здесь целая рута разработана, целый маршрут по тем путям, которые связаны с жизнью блаженной, местной блаженной Лауры Викунии, девочки, которой не было еще 13 лет, которая принесла свою жизнь в жертву, чтобы не мешать матери жить с ее возлюбленным, который ее домогался. Очень печальная история, приезжайте, расскажу подробно. Церковь сама по себе очень красивая, давайте зайдем вовнутрь, посмотрим. Упс, не повезло, церковь сегодня оказалась закрытой, поэтому вставлю фотографии, которые я уже успела сделать. Эта церковь необычна не только по своей архитектуре, которая не характерна для Аргентины, хотя с другой стороны она как раз показывает, что Аргентина это смешение всех культур, а внутри она еще украшена в стиле индейцев Мапучи. Очень много и керамики их, все стены оббиты вязанными ковриками в традициях Мапучи, а вместо алтаря там находится горка с водопадом и так далее. Просто что-то невероятное по своей индивидуальности. И тут же видите возле церкви переходим вроде нет никого тут араукария шикарная растет она тут со всех сторон растет возле церкви и вот они здесь рябина калина это так а вот это что у нас это по-моему боярышник хотя листья на боярышник не похоже ну короче что-то вкусное и съедобное кто знает пишите красиво и вот напротив большой красивый домик муниципалитета уже какая-то коммерция везде розы в Патагонии в этой части Патагонии розы это самый популярный наверное цветок хотя здесь конечно есть и свои дикие цветы а все лето в лесах Патагонии вот в этой части цветут какие-либо растения цветы свои вот-вот я должна смонтировать со своих летних поездок видео все они как как руки не доходит много туров много работы на видео совсем времени не остается такая улочка красивая даже на лавочках возле муниципалитета вот главный вход муниципалитета вот смотрите лавочка здесь тоже напоминание о том что город хунин это место рыбалки это национальная столица форели конечно же это место где можно наблюдать старинные деревья араукарии которые жили на этой планете еще до прихода сюда не только человека но и динозавров сейчас я поднялась на гору которая находится с рядом рядом с городом хунин-де-ло-сандес виде здесь у нас еще есть парк как я уже говорила это город который связан с религиозным туризмом и здесь вот у нас есть маршрут связанной жизнью христа так и называется и все это опять же оформлено в стиле местных индейцев мапучи вот что здесь все самое интересное то что религия местных народов она плотно переплетена с христианством туда дальше есть дорожки можно пройти прогуляться но это для тех кто кому интересна эта тема и с этой же горы открывается вот такой вот красивый вид на город хунин-де-ло-сандес который расположен вдоль горной долины он окружен невысокими горами поэтому в отличие от того же ближайшего и очень-очень красивого но и любимого не хочу ничего плохого сказать сан-мартин-де-ло-сандес сан-мартин-де-ло-сандес он окружен очень высокими горами поэтому там темнеет значительно раньше а вокруг хунина низкие горы и с этой стороны мы можем видеть и горы они ведь такие лысые анды с этой стороны местные жители горы засадили соснами и вот это вот гора вся полностью но сейчас панораму не показать поскольку я нахожусь прям на этой горе поэтому вид не панорамный на эту гору на которой расположена но она абсолютно вся засажена соснами поэтому гулять по ней тоже приятно за грибами можно ходить все зелено и красиво и в принципе вот эти вот лысые горы если их так можно назвать ведь это же еще и пастбище сейчас осень поэтому кажется все как выжженная пустыня на самом деле это потому что уже осень потому что уже были пер был уже первый снег были первые заморозки весной летом ранней осенью это все все зеленое вокруг и это шикарные пастбища для вашего будущего ранчо такая вот широкая трасса проходит через этот город она же ведет и к границе с чили она же ведет в ту сторону национальный парк ланин туда же граница с чили и в противоположную сторону эта дорога на аэропорт сан-мартин-де-ло-сандес и на баре-лочи так что городок очень перспективный один из супермаркетов есть и побольше здесь супермаркет это такой поближе к дому какой-то оптовый центр продукты где можно купить оптом ну вот такая вот у нас получилась небольшая прогулка по самому типичному сельскохозяйственному городу в аргентине это город хунин-де-ло-сандес который находится в провинции науки это самая теплая провинция в патагонии напомнить самая экономически развитая провинция поскольку здесь находится нефтедобывающая промышленность и конечно же очень хорошо развито сельское хозяйство растеневодство садоводство а выращивание крупного рогатого скота выращивание овец можете здесь заниматься выращиванием любого вида мяса которое все что все что хотите через город хунин проходит международные торговые пути связывающие тихий океан с атлантическим здесь проходит самый низкий переход через границу между аргентиной и чили и конечно же это город который привлекает большое количество туристов прежде всего как я уже говорила этот центр рыбалки хунин это национальная столица форели хунин это город который привлекает своей культурой и традиции гаучо и здесь проходит один из самых крупных фестивалей традиции гаучо кроме того хунин это город культуры и традиций индейцев мапучи которых на территории аргентины проживает порядка всего 300 тысяч человек но на территории чили кстати проживает больше миллионов порядка полутора миллиона человек которые себя идентифицируют как этнически как мапучи коренное население ант это народ который здесь проживал еще до прихода инков это до инкская культура и вот город хунин один из тех городов куда на территории аргентины приезжают чтобы познакомиться с этой культурой и это город очень удобный для ваших инвестиций поскольку он сейчас в стадии роста стадии активного роста и несмотря на то что здесь есть туризм он не настолько огромный как в соседних барелоте и сан-мартин-де-ло-сандес поэтому здесь еще по вполне доступным ценам вы можете приобрести земли как в аренду так и купить их чтобы построить или свой маленький заводик или построить свой туристический центр ну и все что желает ваша душа и конечно же это очень классное место для развития своего сельскохозяйственного комплекса на этом у меня все всем пока пока с вами была ваша елена вивас пишите в комментариях какие городки аргентины вы хотели бы посетить и о чем еще мне рассказывать на канале так как голова у меня полностью занята работой очень много путешествий с туристами по всей аргентине поэтому креативить и думать чем еще у вас порадовать какими видосами у меня просто уже не остается ни времени ни сил поэтому пишите давайте свои идеи и будем с вами встречаться чаще всем пока пока не забудьте подписаться и оставить свой комментарий и лайк не забудьте лайк вам не сложно а мне помогает в продвижении моего канала и стимулирует меня для записи новых видео удачи и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА